Компания Коэстреллос представляет Карейму Торрес и Николаса Монтеро в фильме «Мечты и зеркала». Какое время ты назначил? Восемь часов. Они должны появиться с минуты на минуту. Это я сомневаюсь, что Дон Хайме придет. Он должен прийти. Совет должен встретить нового компаньона. Я разговаривал с ним, а он не мог понять, о чем я говорю. Он все время спрашивал, какие акции, какой совет, какой журнал. Без сомнения, Мануэль сыграл с нами злую шутку. Он продал свои акции человеку, который страдает маразмом. Это нам на руку. Нетрудно будет убедить его продать нам его акции. Восемь тридцать. Не забудь, Остебан, дай мне возможность уладить это дело. Сегодня я верну акции Мануэля. Избавлюсь от Якоба и займу место председателя, чтобы иметь влияние на Марселло. Дон и Стабан звонил несколько раз, и между нами Габриэл ждут вас. Скажи, что я уже здесь и буду через минуту. Да, сеньор. Жозефина, позвоните в ювелирный магазин и попросите их прислать каталог. И пошлите 20 дюжин роз Сильвии. Да, сеньор. У меня будет еще ребенок. Поздравляю, дон Марселло. Я снова буду отцом. Его назовут в честь меня Марселло. А если будет девочка? Марселло. Но не говорите, Сильвия, в этом наше мнение немного расходится. Не скажу. И, Жозефина, закажите в столик на двоих в ресторане Пьера. Я приглашу своего брата на обед. Ребенок – неплохой повод помириться. Или нет? Да, сеньор. Марселло. Марселла. Марселло. Доброе утро, девушки. Ингрид. Эротическое наваждение моей жизни. Я держу слово. По букету каждый день. Я люблю тебя, бессавистная кокетка. А вот наша смуглая мата Хари. А вот рыжий лоботряс. Что это за вид? Как это называется? Когда ты почти владелец такого журнала, как этот, можешь одеваться, как тебе заблагорассудится. Я пошел. До встречи, девчонки. Пока-пока. Я тоже пойду, Якоба. Шпионаж закончен, Сандра. Якоба, пожалуйста, на всякий случай. Сандра, тебе известно, чем кончила мата Хари? А кто это мата Хари? По сравнению с тобой невинный младенец. Я приготовлю чашки и кофе. Это совещание станет бомбой. Ингрид, когда я стану владельцем, мы поженимся. Я снова стану отцом. Поздравляю, сынок. Уже почти девять. Ребенок позволяет мне опоздать, но кажется, я не один пришел поздно. Наконец-то. Привет, Марсан. Я снова стану отцом. Бедный несчастный малыш. Тебе известно, сколько детей в этой стране гибнут от насилия? Давай к делу Якоба. Как дела? Прекрасно. Глядя на тебя, не скажешь. А на тебя скажешь. Как Лиззи? Тебе-то что? Никаких разговоров. Сегодня у нас общий враг, поэтому мы не можем позволить себе ссориться. Мы должны держаться все вместе, прежде чем появится новый акционер. Если он не умер по дороге. Давайте еще немного подождем его. Вот он. Я принесла кофе. Вот что я предупреждаю, что мое терпение лопнет. Никто не просил вас приносить кофе. Поэтому, пожалуйста, унесите его обратно. Я хочу кофе. Вот видите. С сахаром, дон Якоба? Да, Сандра, спасибо. Сколько? Около десяти. Мануэль поступил с нами бесчестно. Хайм явно не интересует журнал. Поэтому мы уговорим его продать нам акции. Не беспокойтесь об этом. Я уже уговорил его и купил их. Ты уговорил его продать нам его акции? Нет, нет, нет. Я воспользовался услугами третьего лица, чтобы приобрести акции Мануэля. То же самое вы намеревались проделать с Даниэлем. Спасибо, Сандра. Не за что, дон Якоба. Сандра, он безвкусный. Ты говоришь, что владеешь этими акциями? Именно. Кофе, Даниэль Габриэлла? Что ж, так как все акционеры здесь, мы можем начать совещание. Дон Стабан, будьте осторожны. У нас горячие. Сандра, уйдите. Да, сеньор. Семья недооценивала меня, но теперь вам придется считаться со мной. Нравится вам это или нет, а вам, конечно, это не нравится. Вам придется брать в расчеты меня. Вы установили правило. Дело не в том, чтобы быть правым, а в том, чтобы иметь право быть правым. Я не позволю тебе погубить дело твоего отца. Я все сделаю для этого. Что? Объявишь меня психически больным? На эту борьбу уйдут годы, а к тому времени кто знает, где будет дело моего отца. Кроме того, моя бывшая жена очень довольна разделом имущества, так что я сомневаюсь, что она захочет стать соучастницей. Вместе с акциями Мануэля и долей причитающейся мне от продажи акций Вирджинии... Я распоряжаюсь акциями дочери, и они не продаются. Я владею 48% акций журнала. Твоей дочери надоело быть в тени Эстебана. Я поговорю с Вирджинией. Не трать время. Я скорее умру, чем позволю тебе контролировать журнал. Можешь начинать умирать. Что ж, как главный акционер журнала, я предлагаю отложить это совещание на другой день. Пока, семейка. Как ты достал деньги? Измаил дал. Я должен ему. Я также должен и Адриане. Я бы хотел получить деньги, оставленные отцом. Это не от того, что я не доверяю тебе. В отличие от тебя, мне можно доверять. Здесь только я веду честную игру. Уже годы я добиваюсь независимости. Прекрасно, Якоба. С этого времени ты там, а я здесь. Я не хочу этого. А я хочу. Ты вызвал раздор, Якоба. Мы могли бы оба купить эти акции. Мы могли бы также совместно руководить журналом. В конце концов, ты прислал мне устав, но не беспокойся, тебя это не коснется. Учитывая поправку к статьям, журнал практически зависит от твоих решений. Практически. И я приму жесткие меры. Терпимость ведет к безрассудству. Тем, что ты купил акции, ты не только досадил Эстебану и Габриэле. Ты бы мог обойтись тем, что у тебя было. Ты восстановил их против меня. Моей целью было защитить тебя и получить твою поддержку, а не выслушивать то, что я досадил тебе. Если бы ты хотел защитить меня, мы могли бы поделить их пополам. Нет. Если бы у тебя была половина, ты бы взял в сторону Эстебана. Ты не можешь понять, где твои враги. Я должен поблагодарить тебя за предательство? А я должен поблагодарить тебя? Я только хотел защитить тебя. Я сделал то же самое, купив эти акции. Но одни и те же слова в твоих устах звучат как правда, а в моих как ложь. Какой поддержки ты ждешь от меня? Окажи воздействие на Эстебана и Габриэлу, чтобы они продали нам свои акции. Ты спятил, Якобо. Они тоже так считают. Марселло, журнал изжил себя. Как изжило себя это столетие. В 2000 году, если журнал сохранится, я хочу, чтобы мы с тобой были единственными владельцами. Но владельцами чего-то стоящего. Он выживет. Если ты намереваешься прикончить журнал, Якобо, подумай об этом, потому что сначала тебе придется прикончить меня. Никогда, никогда я этого не сделаю. Ты опять за свое, Якобо? И еще одно. С сегодняшнего дня ты остаешься один, без меня. Марселло, я даю тебе возможность помочь мне построить другую страну. Взять ответственность, соответствующую обстоятельствам. Колумбийский геноцид – яркое доказательство того, что мы заблуждались. Марселло, в какой-то момент мы перестали думать о действительности, чтобы стать сообщниками. Мы представляем собой единственное, довольно действенное правосудие в этой стране. Если бы у нас не было той прессы, которая есть, преступление было бы в тысячу раз больше. И все равно мы не соответствуем временам, Марселло. Я все равно не разделяю твои бредовые идеи. Если я буду руководить, то журнал доживет до следующего столетия. Когда я умру, я дам отчет за журнал отцу. Так что тебе лучше найти другой способ отомстить мне. И готовься, потому что эта борьба, Якоба, будет долгой. Ты даже не знаешь, за что ты борешься. Сейчас это очевидно. Против тебя. По крайней мере, ты должна была бы поговорить со мной, Вирджиния. Мы могли бы договориться. Да. Но это не так. Но ты сделала это. И мне нанесла вред. Мне тоже жаль. Береги себя. Уже поздно, мама. Избавь журнал от Якоба. Без помощи Марселло? Невозможно. Ему придется поддержать нас. После того, как он все узнал, и не надеялся. Какой еще выбор у него есть? Это не ты, или я, или Якоба, и Марселло. Теперь либо журнал выживет, либо умрет. Этот журнал не только наша жизнь, но и его. Ты дал Якобу деньги, чтобы он купил акции Эммануэля. Почему, Измаил? Якоба обещал, что половину он положит на твое имя. Он не сделал этого. Он купил все акции на свое имя. Но Якоба обещал мне. Он пообещал то, что не собирался выполнять. Даже если бы и хотел сдержать слово, то не смог сделать этого сейчас. У Габриэла и Эстебана столько же прав на эти акции, сколько и у меня. Мы внесли изменения в статьи до прихода нового акционера. И Якоба это знал? Конечно, знал. До приобретения этих акций Якоба знал, что он не может продать или передать их мне, не предложив процент Габриэле Эстебану, на который они имеют право. Ты говоришь, что Якоба обманул меня? Якоба очень был нужен кто-то, кто бы верил ему. Марселло, я только хотел доказать, что верю ему. Если и был кто-то, кому я полностью доверял, это был он. Если бы я знал, что это будет во вред тебе, тогда я, наверное... Ты никогда не сделал бы ничего, чтобы причинило мне вред Измаил. Это не твоя вина. Извини меня. Я понимаю, Измаил. Что я могу сделать? Ничего. Журнал практически принадлежит Якоба. Я отдам тебе деньги и дам Якоба его долю наследства. Я больше не хочу иметь с Якоба никаких дел. До завтра. Марселло. Якоба сказал мне, что хочет защитить тебя от честолюбивых замыслов Дони Габриэлы и Доны Эстебана. Если это не так, то зачем Якоба эти акции? Чтобы погубить журнал. Но зачем? Потому что отец нанес ему поражение на всех фронтах. Но он умер, не успев выиграть войну. Ты обычно сравниваешь старого Педро с Меосидом. Победа после смерти. После смерти он потерпит поражение. Я потерял Марселло. Он ничего не понял. Он больше не способен понимать. Якоба, некоторые люди рождаются, чтобы творить, а другие повторять. Ты принадлежишь к первой категории, а Марселло ко второй. Вы не можете понять друг друга. Ты не представляешь, сколько предательства скрывается за правду. Я знаю, приятель. Нет больше лжи, чем правда. Во имя правды защищаются не только низкие интересы. Если у тебя есть власть, ты можешь навязать любую правду по своему желанию. Единственная правда, единственная вещь, которую эта страна не может отрицать, это насилие. Насилие, которое ежегодно уносит жизни 25 тысяч человек. Сколько раз я слышал слова. Мы не позволим, чтобы его смерть осталась безнаказанной. И все зря. Если бы 25 тысяч жизней имели бы значение для 8 тысяч судебных разбирательств, может быть, кто-нибудь и понес бы заслуженное наказание. Духовенство заботится о президенте, тогда как им нужно беспокоиться об этих несчастных. Неудивительно, что люди отходят от религии и обращаются к фетишизму. Не убей за исключением. Для этого человека убийство было работой. Только убийство его матери было кощунством. И только перед тем, как выстрелить, он перекрестился. Вот, в таком мире мы с тобой живем. Они крестятся только перед убийством. И Пабло Эскобар обычно обращался к Богородице Годелупы. Тут что-то не так? Все не так. Может быть, мы вымрем, как динозавры. Но возможно, что душа все-таки существует. Хочется в это верить. Возможно. Страна, где полицию больше поражает и шокирует министр, посаженный за решетку, чем шестилетний ребенок, над которым надругались, изменила свои ценности и заслуживает этого. Возможно ли такое, что президента привлекли к судебной ответственности в этой стране только по обвинению в получении денег от наркодельцов? А что с прежним судебным разбирательством по поводу гибели 100 тысяч человек? Когда кончился его мандат? Что с теми 100 тысячами, которые погибли раньше? И все-таки эти люди уверены, что имеют право давать нам советы. Они считают себя порядочными только потому, что не замешаны в торговле наркотиками. Они считают, что имеют право вмешиваться во все, тогда как не справились с единственной задачей, которая должна занимать первое место в работе правительства. Право на жизнь. Успокойтесь, ребята. Наши правители не помнят о вас и не подлежат суду. Их осудит история. История. Политика, наша религия, наша нравственность, наша мораль, наша правда. Прав был старый Педро. Суть нынешнего человека – власть. Яково, я понимаю твое отчаяние, но ты должен признать одно. свою беспомощность. Один ты ничего не сможешь сделать. слава богу, у тебя нет власти. Отсутствие власти в какой-то мере освобождает тебя от ответственности. А что я? Власть, которой я обладаю, обрекает. Подождите, братья, пока не будут закончены 8 тысяч судебных разбирательств, и мы станем страной с самой развитой экономикой в Латинской Америке. Знаешь, почему в Колумбии самые красивые цветы? Потому что их удобряют трупами. Яково, подожди. Арагон, я приказываю тебе. Только не послушайся меня и посмотришь, что будет. Слышишь? Моя рука не трогнет, чтобы дать тебе по носу. Никто, чьи белёнки я менял или чей нос вытирал, не ослушался меня. Что ты хочешь? Не знаю. Помощи, чтобы жизнь стала для меня важнее всего Исидро. Жизнь ценна, как всё остальное, иначе остальное не имеет значения. В Колумбии нет завтра, в стране, где жизнь потеряла ценность, не может быть будущего. Мы похороним его с ними. Скажи мне правду, зачем ты купил эти акции? Чтобы напечатать хоть один номер журнала. Возможно, последний. но тебе нужна помощь, Марселло. Я на неё не рассчитываю. Ну, а теперь успокойся. Мы должны остановить его, Марселло. Не говори мне, что я должен делать, а что не должен. Марселло, здесь, в твоём доме. Мы сказали, что купим эти акции, используя третье лицо. Всё было сделано открыто. Но ты не пошевелился. Я не пошевелился, Стебан, потому что доверял тебе. Но не беспокойся, теперь я буду действовать так быстро, что ты не догонишь меня. Я понимаю твоё состояние, но ради журнала ты должен забыть о своих обидах, Марселло. Ради журнала. Стебан, мы росли как братья, но сейчас я хочу, чтобы ты понял, журнал – это единственное, что связывает нас. Если ты хочешь, не забывай, что ты довёл нас до этого. Хорошо. Что мы будем делать с Якоба? Он владеет 48% акций. У нас остальные 52%. Нас большинство. Если ты не окажешь ему поддержку, Якоба рассчитывал на неё. Рассчитывал. Марселло, я понимаю, ты считаешь, что я предал тебя, но не считаю, ты предал. Хорошо. Я предал. Хорошо. Но у меня была причина завладеть теми акциями. Ты брат Якоба Арагона, и не раз твоя любовь к нему указывала тебе неверный путь. Твоя любовь к брату представляет опасность. Я не могу рисковать. Пойми меня правильно. Я не окажу поддержку Якоба. Но Якоба поможет мне, если это будет направлено против тебя. Что ты хочешь этим сказать? Внутри совета возникло много споров, и пришло время одному из нас взять всё на себя. Ты прав, Эстебан, мой брат опасен. Поэтому я воспользуюсь его поддержкой. Воспользуюсь. Закрой за собой дверь. Я жду объяснений, Якобо. У меня их нет. Ты обманул меня. Обманул. И я поверил тебе. Да, поверил. А кто тебе говорил, чтобы не верил? Все говорили. Ты должен был прислушаться. Не смей опять относиться ко мне неуважительно. Не говоря уж о том, чтобы шутить такими серьёзными вещами. У тебя есть все причины сердиться на меня, Измаил. Я не могу сказать ничего в своё оправдание. Адриана права. Я не знаю, когда ты более отвратителен, когда просишь понять твои поступки или когда признаёшь свою вину таким циничным способом. Тебя нельзя простить. Нельзя. Но у меня были причины на то, чтобы так поступить, даже если средства не оправдывают цели, Измаил. Почему, Якобо? Почему ты разочаровываешь тех, кто тебе верит? Потому что только таким путём я могу поставить ловушку. Ты и он учили меня этому. Ты и он выучили меня этому. Ты поступил с братом недостойно. Иначе бы я этого не добился, Измаил. Якобо, отец любил тебя больше всего на свете. И я любил его больше всего на свете. Помни об этом, когда начнёшь губить его дело. Я поступлю так же, как и он. Я тоже умру с его фотографией в руках. Да, ты всегда говорил, что журнал можно разрушить только изнутри. Нет. Якобо не простил тебе то, что ты умер без него и никогда не простит. Верно, Педро. Список жертв насилия за последние 15 лет? Да, телефонный справочник умерших людей при разных правительствах. Значит, мы и не забудем? Наоборот, Марионита. Таким образом, мы будем помнить. Что будет, если Якобо сможет выпустить этот номер? С журналом? Не имею представления. Может быть, рекламодатели откажутся от услуг журнала. А может быть, они окажут поддержку. Но на такой риск семья не пойдёт. Но я знаю, что произойдёт со страной и как отнесутся к этому люди. Ничего. Но в этот номер Якобо вложил столько труда. Верно воспользоваться властью для того, для чего она предназначена, чтобы вернуть себе веру. И заявить протест против неудачной попытки достичь этого. Попытки, Марионита? Якобо хочет покончить с безразличием. Пойми это. Но всё зависит от Марселла. Правильно. Теперь мне действительно страшно за Якобо. Как и за любого, кто ставит свою жизнь на одну карту. Исидро, давай начнём собирать этот список. Дон Марселла не допустит, чтобы такой номер вышел. Неважно. Но этим мы покажем Якобо, что мы принимаем участие в этом проекте. Что он не одинок. значит, договорились, Марьяна? Договорились. Добрый вечер, племянник. Огонь не прогоняет дурные мысли. Просто ночь холодная. Ты ведь уже убил своего отца. Нет необходимости убивать его дважды. Он всю жизнь строил то, что ты хочешь разрушить. За несколько минут. Несколько минут. Этот момент тоже занял всю мою жизнь. Ты тоже враг ножниц. Как и твой отец. Измаилу приходилось бегать за ним по всему дому, чтобы подстричь ему волосы. Однажды старому Акиму пришлось пристегнуть его наручниками к кровати, чтобы Измаил мог постричь ему волосы. Твой отец был ребенком. Точно как ты. Вы выросли только телом, а ваши сердца остались детскими. отец. очень любил тебя, Якоба. Я никогда не видела, чтобы отец так любил своего сына. Но он называл тебя частью себя, потому что переживал за тебя. Он сказал нам до свидания. Это больше, чем просто слова. Теперь я понимаю, что он оскорбил. Но он не смог сказать до свидания тебе. Ты привязывал его к земле. Ты был единственным существом, для которого он хотел жить. Потому что он был циником. он не заботился ни о ком. Только о тебе. Только о тебе, Якоба. Чего ты хочешь, тетя Габриэла? Чтобы ты не подводил единственного человека, который не подводил тебя никогда. Мне жаль, но у нас две совершенно противоположные точки зрения на этот вопрос. Он спал, держа тебя на груди, пока тебе не исполнилось три года. И он отводил тебя в школу и ждал на улице, пока тебе не стукнуло шестнадцать. Это смущало меня. Если тебя одолевал кашель, старый Педро простаивал всю ночь напролет около тебя. Он провел много бессонных ночей из-за тебя. Дай же ему спать спокойно. Когда стреляли в Марселло, я пошла навестить твоего отца и нашла его расстроенным. Мы половину мертвым. Но он добавил, если бы это было Якоба, я бы был мертв совсем. Не делай этого, сын. Не разрушай его душу, когда ты уже разрушил его сердце. Измаил пересказал мне твой разговор с Адрианой. Это неправда. Неправда, что твой отец сплюнул на твою фотографию Якоба. Он поцеловал ее перед смертью. может быть тебе это как-то поможет, но последние слова отца были старый колдун. Смерть для тебя означает только то, что ты перестанешь видеть Якоба. до свидания, сынок. Я беспокоена тем, что ты остаешься один, Марсел. Я хочу мальчика. Ни о чем не волнуйся, любимый. Я знаю, что делать. А я хочу девочку. То, что сделал Якоба несправедливый по отношению к тебе. Всю свою жизнь ты защищал, его поддерживал и в конце концов он предал тебе. Девочку, какая гадость. Я выпутаюсь из этого. Мальчики ужасные. Я предупреждала тебя, Марсел, что Якоба будет тянуть себя за собой вниз. А девочке плак, сын. Он может тянуть, но я не упаду, не волнуйся. Все будет прекрасно. Со мной все будет хорошо. Просто думай о себе и о нашем ребенке. И больше ни о чем. Я смогу управиться со всеми тремя. С собой, младенцем и тобой. Даже с пятью. Будет мальчик, не так ли? Будет девочка, ее если девочка, я уйду из дома, тем лучше. Дети, прекратите спорить, потому что у нас будут и мальчик, и девочка. Правда? Они близнецы, поэтому каждый будет счастлив. Я хочу кормить девочку. Я возьму мальчика в свою комнату и не позволю никому видеть его. Все, в постель. Спокойной ночи, сынок. Спокойной ночи. Спокойной ночи, мамочка. Благослови вас Бог. Близнецы? Иначе они будут спорить в течение восьми месяцев. Ты поступил неправильно, один из них будет очень разочарован. Значит, будем рожать еще одного. Тогда помолись, чтобы они были близнецами, потому что это моя последняя беременность. Я говорила тебе, Марселла. Отче наш, иже иси на небеси. Не будь таким, любовь моя. Твоя грусть разбивает мне сердце. Сильвия, я отдал бы свою жизнь за отца. Я отдал бы ее за Якоба. Но вместо этого они убивают друг друга. Нужно 1900? Да, вы могли бы повторить название компании? Кому адресовано письмо? Да. Адрес и телефон, пожалуйста. Спасибо. Да, сеньор, вы получите информацию в течение трех дней. Всего доброго. Ингрид, новая компания просит информацию об оплате за нашу рекламу. как тебе? Доброе утро. Доброе утро, Исидро. Команда друзей встречается в 12 в кафетерии созывается Марианитой. Мариан? Я сказал ей, что акции бесполезны для Якоба, потому что Марселло против него. А у нее есть план, как вернуть Арагону его веру. Мы уже осуществляем план. Да? Да. Мы стараемся довести журнал до банкротства. Таким образом, он опять вернется к Якобу, ведь они всегда дают ему отгрузы. Сандрита, сейчас ты действуешь как друг, но упаси Бог иметь тебя в качестве врага. А ты, Ингрид? Добрый день. Чем могу помочь? Мои имя на одно ратрики. У меня назначена встреча с мистером Эстебаном Бараре. Его пока нет. Я подожду его. Можете ждать, если хотите, но я не думаю, что он придет. Последнее время он не появляется и всех подводят. Все, что я делаю, это отменяя встречи и ругаясь с клиентами. Могу ли я поговорить с коммерческим директором? Он приходит еще реже? Тогда, может быть, лучше договориться о новой встрече? Да, если хотите, я могу внести вас в список, я не имею представление, когда он встретится с вами. 31, 32, 33. Скажите, пожалуйста, как ваше имя? Забудьте его. Сандрита, ты доиграешься. Ну и что? Якоба обещал мне, что если что-нибудь со мной случится, он будет за это отвечать. Целло на нашей стороне. Не совсем, но против Якоба. А это уже другое дело. Для нас это одно и то же. Но не для меня. Я действительно люблю Марсела, и мы выросли как братья. Как Каин и Авель. Тогда в этой истории я Каин. Но Авель умер. Ты можешь быть очень подлой, старая ведьма. Я хочу, чтобы ты понял, раз и навсегда. Наша единственная забота это журнал. Это должно для нас быть на первом месте, выше наших личных чувств, в которых я тоже запуталась. И, пожалуйста, Эстебан, не поднимай этот вопрос в присутствии своего отца. Давай не будем его в это посвящать, потому что его сердце всегда было больше, чем его голова. Поэтому он и женился на мне. хорошо. Как ты поговорил с Якомо? Очень хорошо. Надо задеть его чувства, а не разум, потому что разум у него отсутствует, а чувств предостаточно. я звоню вам уже полчаса. Где вы были, Сандра? Да? Административные записи распределяются до 8 часов. Доктор Родригес уже здесь? Дайте мне знать, когда он прибудет. Я в президентском кабинете. У нас проблема. Что за проблема? Марселло будет искать поддержки Якова, чтобы занять президентское кресло. Давай признаем это, мама. Мы проигрываем сражение. Сражение проигрывается в конце, а не в начале. Остебан, не забывай этого. На последнем вздохе бык может атаковать тех, кто смертельно его ранил.